Одно из старейших кладбищ Архангельска-Вологодской переживают не лучшие времена. Грязь и мусор не вывозятся, а часть кладбища регулярно затапливается. Жители не знают, куда обращаться в случае возникновения проблем. Кто должен следить за порядком, разбирался Артур Омех. Ну вот, мы на кладбище. Здесь у нас лежат уважаемые люди города. Все кругом чистенько, благородненько, все ухожено. Теперь пройдем чуть-чуть в сторону. Елена Ахмедшина регулярно приходит на Вологодское кладбище. Здесь похоронен ее отец. Пожалуйста, здесь уже лежат обычные горожане. Вот это. Из года в год одно и то же. Никто этим не занимается. За 30 лет, сколько я хожу к своему отцу, уборка проводилась такая серьезная. Один раз за 30 лет. Пойдемте дальше. Дальше мы отправляемся на могилу к отцу Елены. В глаза бросается полное запустение кладбища. Повсюду мусоры, сваленные в кучу ветки. По непонятной причине памятники стоят прямо на дорожках. Но то, что мы увидели на могиле, где похоронен отец Елены, сложно описать словами. Дочь и внук Василия Павловича Рутного, фронтовика, пришли на его могилу, чтобы почтить память родственника, сражавшегося в годы Великой Отечественной войны. Но вместо цветов на могиле они обнаружили только сложенные в кучу ветки деревьев. Родственники в шоке. Кто ответит за этот ужас, пока непонятно. Обращения с жалобами направлялись в мэрию города и МУП, который отвечает за кладбище. Родственникам фронтовика на чьей могиле устроили свалку. Лишь посоветовали пройти бюрократическую процедуру. Но ничего не пообещали. Сказали, нет транспорта. Мы обращались в МУП, который занимается непосредственно содержанием этого кладбища. И на что, на наше обращение, был ответ следующий. Сделайте фотоматериал, предоставьте планы. Нам нет времени, у нас нет возможности. И тогда мы только рассмотрим возможность. Помочь, не помочь. То есть, вот, собственно, и грязь ситуации такова. История началась еще в 2012 году. Тогда на могиле ветерана войны впервые появились ветки и распиленные деревья. Другого места, чтобы сложить мусор, видимо, не нашлось. Родственникам так и не удалось найти ни виновных, ни тех, кто мог бы хоть как-то помочь в решении этой проблемы. Вопрос к властям. Кто будет этим заниматься? Наводить, наконец, порядок и уважать людей, которые отдали свое здоровье, свою молодость, чтобы нам дать жизнь. А теперь так к ним наплевательски относятся. Мы попытались выяснить, кто займется этой проблемой. Но чиновники перекладывают ответственность за кладбище друг на друга. В МУП спецавтохозяйства нам пояснили, что ответственность лежит на администрации Октябрьского округа. Видимо, в Октябрьском округе, поскольку территория им подочетная, могут хоть что-то пояснить. Скорее всего, по их же заявке округа кто-то там занимается спиливанием веток и так далее. Вот, наверное, только так. Приемная главы Октябрьского округа Архангельска оказалась неприступной стеной. Если честно, я немного сомневаюсь, что он будет с вами разговаривать. Если вы позвоните в нашу пресс-службу, я вам на наш телефончик могу подсказать. В итоге, куда бы мы ни обращались, никто из должностных лиц не согласился прокомментировать данную ситуацию. Артур Ромих, Алексей Малаковский, Новости 24, Архангельск. Артур Ромих, Алексей Малаковский, Новости 24, Архангельска. Продолжение следует...